Ярко светило солнце над Америкой в 60-х. Ярко оно светило над американской автомобильной промышленностью. Светило оно и над теми, кто продавал машины, и над теми, кто их покупал. Когда расходы на бензин практически не считаются за расходы, а размер никому не мешает, автомобиль может быть таким, как этот. Слушайтесь, как это звучит. Chevrolet Impala. Это же музыка, а не название. А мы разучились даже мечтать о таких машинах. Ну, я, допустим, не разучился. Поснимать эту красоту меня позвали парни из M-Customs. Это московская студия, где автомобиль восстановили и немного доработали. Из доработок надо упомянуть шейвинг. От английского слова to shave, то есть бриться. С машины сбрили хром, сбрили дверные ручки. Двери теперь открываются с брелока. Но кое-что добавили. Например, правое зеркало бокового обзора. А в остальном сидишь тут, радуешься, но и грустишь одновременно. Потому что в голову лезут мысли про тамуженные пошлины. Про оплату за бензин, которого она, разумеется, много ест. Про налоги, про что-то еще. И это мешает воспринимать первозданную красоту автомобиля. Создатели которого еще не носили вериги бесчисленных ограничений. Экологических еще каких-то, еще каких-то, еще каких-то. Эту красоту трудно примерить на себя. Но знаете, в то же время нам сегодня достаточно сложно понять, за что этот монумент прошлого любили его современники. те люди, которые покупали импалу в 1970 году. А импалу любили. То есть, действительно, по-настоящему не любили. Эта машина была рождена любимым ребенком. Субтитры делал DimaTorzok В 1965 году компания Chevrolet обновила свой модельный ряд. И, надо сказать, попала в яблочко. Потому что в 1965 году Chevrolet сумели реализовать почти в два раза больше автомобилей, чем было продано во всей России в прошлом, в 2016. Тогда же, в 1965 году, появилось новое, четвертое поколение Chevrolet Impala. И с ним тоже попали в яблочко. Потому что за первый год производства по Америке разъехался миллион импал. Это был не просто успех. Это был абсолютный рекорд. Дилеры могли купаться в 100-долларовых купюрах. И знаете что? Зная американцев, я подозреваю, что некоторые из них так и делали. В 1970 году рабочие Chevrolet устроили забастовку. И производство машин, в том числе и Impala, снизилось. До 600 тысяч экземпляров. На автобазе, наверное, плачут от таких цифр. Тем не менее, 1970 год нам интересен по другой причине. Именно тогда был выпущен наш экземплярчик. Причем это не просто Impala. Это версия с манящим названием Custom Coupe. Одна из фишек в том, что на эти машины уже на заводе ставили дисковые тормоза, за которые покупатели всех остальных версий Impala должны были доплачивать. Ну и еще кузов Hard 2 без центральных стоек. А в остальном машина практически не отличалась от других версий Impala. А в части силовых установок не отличалась вовсе. Выбор моторов для Impala был огромный. Предлагалось аж 10 наименований. Я не буду перечислять их все, потому что вы все равно ничего не запомните. Хотя, говоря по совести, я тоже не способен их запомнить. Это главная причина, по которой я упускаю возможность показать вам, какой я умный. Однако, существуют определенные критерии выбора. Если вы старушка, которая перемещается между домом, церковью и парой магазинов, то вам не нужен мощный двигатель. Вполне хватит самого простенького. Объемом какие-то жалкие 3,8 литра. Ну меньше просто не бывает. 140 лошадиных сил. Однако, если вы человек, которому нужен настоящий автомобиль, вы обязаны достать чековую книжку, сделать над собой определенные усилия и оплатить самую дорогую версию. 6,5 литров V8 425 лошадиных сил. Но это, конечно, хардкор. У нас нечто промежуточное. Хотя, в реальности, именно эта версия и должна считаться самой распространенной. Small Block 5,7 литра 300 лошадиных сил. Это знаменитый 350-й мотор. И вы сейчас спросите, почему 350-й? Очень просто. Это его объем. Только выраженный в кубических дюймах. Кстати, о чековой книжке. В момент своего появления такой автомобиль стоил 4700 долларов. Доллар, конечно, нынче уже не тот. И в наших реалиях, ну, если верить технологиям перевода в нынешнюю валюту, это где-то примерно 30 тысяч долларов, чуть меньше. Ну, миллион 800, миллион 900 рублей. Как-то так. Тогда журналисты, которые писали про эту машину, воспринимали ее не так, как мы воспринимаем сегодня. Скажем, отмечали, что она хорошо ездит по грунтовым дорогам. Причем, знаете, именно таким вот грунтовым дорогам тут есть понижающая передача. Представьте себе. Кроме того, вот управление по сегодняшним временам такое странное. Вот себе блок управления климатической установкой. Надписи air conditioning, air conditioning, если правильно, heating, defog, de-ice, hot, washer, wiper. Wiper, это, кстати, управление дворниками. Оно у нас вот здесь, рядом с рулевой колонкой, представьте себе. Lighter, ну, это зажигалка, понятно. Кроме того, комплектация вызывала восхищение, например, по той причине, что, когда ты выходил из автомобиля, фары светили еще две минуты, чтобы ты мог дойти до дома, открыть дверь. Ну, как положено. Тогда журналисты шутили, что, мол, им еще надо придумать такую фичу, чтобы машина зажигала фары до того, как ты из дома вышел. Мы отмечали, что врет спидометр. Причем врет, так знаете, конкретно. Он добавлял к реальной скорости примерно 20 километров в час. А еще за дополнительные деньги можно было заказать центральный замок. Или, скажем, систему, которая следит за уровнем жидкости для стеклоомывателя. А это 70-й год, между прочим. 70-й год, а здесь уже есть кондиционер. Замеры времени разгона до 100 километров в час тогда еще в моду не вошли. Впрочем, в Америке они толком не вошли в нее никогда, потому что американцы не меряют расстояние километрами. Для этой цели у них есть мили. Так вот, четверть американской мили, 402 метра, эта машина проезжала за 16 секунд и пересекала финишную черту со скоростью 130 километров в час. Ну, показатель вроде не рекордный, но не будем забывать, что это тяжелый автомобиль. Тяжелый. 4200 фунтов. Непонятно, правда? Ну что ж, если мы переведем эту величину в метрическую систему, то получится, что 4200 фунтов это почти 2 тонны. Ну или где-то тонн на 900 килограмм, что-то вроде того. Ну а теперь вас наверняка терзает вопрос, а сколько же она жрет? Ну 5,7 казалось бы, да, большой? Да, это большой мотор. Я бы хотел спросить, а какая вам разница, сколько она жрет? У вас никогда не будет такой машины. Но я культурно воспитанный вежливый человек, поэтому я вежливо отвечу. На одном уголоне бензина она проезжает 13 дней. На самом деле я сейчас не вежливый человек, я тролль. И если я все-таки решил стать вежливым и переведу эту странную величину в привычные нам единицы измерения, то окажется, что 22 литра бензина на 100 километров пробега. Да, немало. Да, рулевое управление здесь такое, знаете, несколько грузовое и странное по сегодняшним меркам. Да, подвеска работает не так, как мы привыкли на современных автомобилях. Да, эта машина очень своеобразна, но ей 47 лет, понимаете? Вы же не будете требовать от своей бабушки, чтобы она досконально знала творчество группы Слепнот. Это продукт своего времени. Именно так его и надо воспринимать. А теперь посмотрите на экран внимательно. Я уверен, что многим из вас кажется, что на нем, на экране, нет бутылки Кока-Колы. А она тут, представьте себе, есть. Правда, лежит на боку. Скорее всего, многие все равно не видят. Я поясню. Дело в том, что термин Кока-Кола стайлинг означает такую вот форму боковины. Вот эта центральная линия, она в середине машины чуть опущена и наоборот приподнимается над крыльями, передним и задним. В данном случае эта форма не очень выражена. Однако этот термин Кока-Кола стайлинг, он действительно известен, когда речь заходит об американских машинах. Именно американских. Кто бы еще назвал стилистику автомобильного дизайна в честь газировки. Кстати говоря, эта же машина прекрасна еще и тем, что она ровесник таких автомобилей, как Форд Мустан, как Шевроле Камара. Но, если те машины создавались именно как спортивные, в некотором роде молодежные, то импала была другой. Ее изначально делали как более спокойный, солидный, семейный автомобиль. Солидный. Вот оно, точное слово. Длина машины от носа до хвоста 216 дюймов. Или в привычной нам метрической системе без малого 5,5 метров. Так, для ясности, эта штука длиннее Mercedes-Benz S-класса или BMW 7-ки. Что касается багажника, то его лучше всего иллюстрирует статья из старого американского журнала. Крышка эта самого багажника, она размером с аэродром, а внутри, кажется, можно припарковать грузовик. Когда-то число таких машин измерялось миллионами. Но знаете, в чем проблема большого тиража? В минимальной ценности каждого конкретного экземпляра. Выпущенные в мизерных количествах суперкары и лимузины можно найти в частных коллекциях. Но попробуйте отыскать старинный автобус, грузовик или фургон. Это сложно. Их гоняли до полного износа, а потом просто выбрасывали на помойку. Импала, несмотря на свои размеры, конечно, не грузовик и не автобус. Но таких машин тоже очень мало. А такая версия кастом-купе в Москве, кажется, вообще единственная. И тот факт, что мы сейчас с вами ее видим, это, конечно, заслуга парней из М-Кастом, которые взяли машину в достаточно посредственном состоянии, разобрали в буквальном смысле слово «давинтика» и воссоздали заново. Да, доработанной. Да, с пневмоподвеской. С новыми элементами декора, заново сшитым салоном, с музыкальной системой. Сегодня это машина, на которой можно ездить. И самое главное, на ней можно ездить в радость. Разумеется, излишне говорить о том, что это удовольствие не относится к числу удовольствий дешевых. Но, черт возьми, какая же она клевая. Давайте одну штуку для ясности. Мы с вами едем на летней низкопрофильной резине, по скользкому покрытию, на машине с очень мощным мотором и очень странной управляемостью. Поэтому, на самом деле, по-настоящему педаль газа я даже не нажимаю. Меня вообще спасает только то, что делать это бессмысленно. Колеса просто шлифуют. Если я нажму на газ чуть сильнее, чем нужно для неторопливой езды, машина остановится и при этом будет буксовать. Поэтому хотимся так, как этой машине и положено. Черный кузов, красная отделка салона, такой, знаете, ганста-стайл. Я тут что-то вроде американского сутенера, наверное. Только не сутенер и не американский. К счастью для нас такие машины все еще существуют. В частности, благодаря парням из М-Кастом. Спасибо им за это большое. И вот сидишь в ней и чувствуешь эту атмосферу. Это дух послевоенной Америки. Богатая, сытая, беззаботная, полнокровная жизнь. Больше, мощнее, быстрее, дороже. Все давай сюда. Все нам пригодится. Вот в этом Америка тех лет. Ныне, кстати, от нас практически ушедшая. Эта машина, она сделана не просто необычно по сегодняшней мерке. Она сделана нагло. Она сделана беспардонно. Вот это раблезианство. Этот образ Портоса из трех мушкетеров, которые живут в Эмпале. В этом суть американской автомобильной промышленности в лучшем, высшем ее проявлении. В этом кайф. В этом обаяние. В этом всем. И знаете что? Это чертовски приятно. А по некоторым причинам еще и чертовски печально, что ныне этого нет. А у нас никогда и нет. И знаете что? За рулем этой машины я как-то прямо таки эмоционально выдохся. Так что ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите комменты. Увидимся.